Всех приветствую! Сегодня я в этом коротком видео хотел бы поговорить про баян. Точнее, про один из них это тэппинг. Дело в том, что в моем понимании, на мой взгляд точнее, некоторые товарищи относятся к тэппингу несколько не так, как, например, я отношусь и как мне бы того хотелось. Мне, конечно, все равно. Но, тем не менее, что я заметил? Просто наблюдение. Очень часто я замечаю такую штуку, что чуваки используют тэппинг не для того, чтобы что-то изобразить или привнести что-то в соло, эмоциональную какую-то составляющую или еще что-то, а просто для того, чтобы показать, что он виртуоз, что он умеет играть тэппингом и что вот вах, как это впечатляет. И, как правило, играется что-то типа того или одного полиягода, на самом деле. Прикол-то в том, что все те, кто хоть немножечко знаком с техникой на гитаре игры, даже с элементарной на базовом уровне, все знают, что вот эта вот это элементарная, в принципе, штука. То есть там играть-то нечего. По большому счету, повторяющиеся действия на одной струне. Никаких ни смен позиций практически нет. Ну, горизонтально там. Вот посидел в одной позиции. Ну, что здесь, блин? То есть смена какой-то позиции, она абсолютно не имеет никакого, никаких препятствий, никаких сложностей. То есть это подается за некую такую виртуозность, что это, ух, как круто, я вот тэппингом навалил. На мой взгляд, это неверно. Почему это неверно с художественной точки зрения? В моем, опять же, понимании. Вот все подобные тэппинговые пассажи, их особо так популяризировала Lady Van Halen. Насколько я это знаю. То есть он это использовал. И то, обратите внимание, что он несует их в каждое соло. Иногда в живые, там, какие-то свои соло, когда на концертах, там, он по 10 минут какой-то херней занимается, там, да. А в песни, в соло, там очень все дозировано, очень все правильно. Особенно уже в поздних альбомах, в таких зрелых. Но, тем не менее, это его такая фишка, его трейдмарк. И когда человек начинает пилить вот что-то такое, в моем понимании, это должно быть настолько оправданно. То есть вот ты сидишь и думаешь, что вот соло без вот этого, без вот... Вот оно просто вот разрушится. И это делать нельзя, то есть избегать это нельзя. Здесь обязательно должно быть вот этот вот этот тэппинговый кусок. Этот вот тэппинговый, я даже не знаю, как его назвать. На самом деле, по большей части, подход другой у людей. То есть человек играет соло, там, придумывает, например, да, там и думает, вот так. Что же я... Так, перемены штрихи я использовал уже легально. О, тэппинг! И, блин, давай вот этой вот дрочкой заниматься. На мой взгляд, это неверно. То есть это не несет никакого смысла абсолютно, в моем понимании, чисто художественного. Но, тем не менее, выглядит как показушничество. То есть вот показать всем, какой я крутой. Ну, крутого здесь, на самом деле, мало. Опять же, потому что любой человек с техникой знакомый, хоть как-то на базовом уровне, он эту такую штуку сыграть вообще не вопрос. Легко совершенно. Поэтому, в моем понимании, это баян. То есть он уже затертый до дыр. Вот такие лики, они уже просто вот здесь вот. Опять же, в моем понимании. В следующий раз мы с вами поговорим о таких вот каких-то штуках, дайвах и всяких рычаговых фишках, которые тоже, на мой взгляд, относятся к дичайшим баянам. Пока оставайтесь на связи и занимайтесь гитарой.